Девушки отдыхают Девушки отдыхают В памяти 27 сентября, год назад, в этот день началась отечественная война, победоносная отечественная война 2020 года. Шанан, предлагаю начать с вас. В интервью Анадолу президент Азербайджана отметил, ему задали вопрос по поводу того, что именно касаясь 27 сентября, в годовщину, можно ли было избежать войны. Глава государства сказал, что в Минской группе ОБСЕ в качестве сопредседателя представлены влиятельные страны, если они оказали бы должное давление на Армению, территории освободились бы и войны не было бы. И в случае с Арменией, конечно, Армению мы не можем воспринимать и общество, и страну как полностью здоровое. По целому ряду причин. Но страны-сопредседатели это опять же великие державы. Вот по вашему разумению, как вы считаете, в чем заключалась, скажем так, задумка, расчет сопредседателя Минской группы ОБСЕ, которые в действительности могли бы повлиять, не повлияли, поспособствовали сложившейся ситуации? Они реально верили, как вы считаете, что ситуация вот такой, какой она была 26 сентября, она такой останется вечной? Ну, давайте вернемся немного. Ровно год, день того назад, началась война, и провокация, выраженная армянскими войсками, была встречна контрнаступлением азербайджанских войск, результат чего мы все прекрасно знаем. Данная провокация была не первой провокацией. На протяжении 30 лет армянская сторона не раз демонстрировала провокацию в сторону Азербайджана, и Минская группа ОБСЕ, к сожалению, молчала и лишь формально демонстрировала различные постановления, различные комментарии, комментировала по-разному, и, наверное, пыталась держать баланс в той ситуации, когда уже был дисбаланс, потому что территория Азербайджана была оккупирована. То есть держать баланс в той ситуации, когда одна сторона является ущемленной, а другая сторона является превалирующей, уже является признаком несправедливости. И здесь главной, наверное, задачей Минской группы ОБСЕ было призвать армянскую сторону к неким действиям. Что делала Минская группа ОБСЕ? Она молчала различными способами и поддерживала то самое статус-кво. То есть мы не увидели ни разу никаких резких действий, заявлений, направленных именно в сторону Армении, что вы, как сторона конфликта, должны сделать то-то, то-то, чтобы действительно было реализовано 4 резолюции Совета безопасности ООН. Основная миссия Минской группы ОБСЕ была решить конфликт, привести к некоторому формату перемирия. И, естественно, данный статус Минской группы ОБСЕ был. Сегодня в том формате Минская группа ОБСЕ не нужна, потому что конфликт решен. Минская группа ОБСЕ должны выступать с новыми предложениями, пока она не выступает. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, заглядывая в прошлое, можно сказать, что Минская группа ОБСЕ, произнося разными словами, просто промолчала. Промолчала, и стороне Азербайджан пришлось решать задачи и за нее, и за ООН, и за все правды и неправды. И, естественно, в чем сила, сила в правде. И справедливость восторжествовала. Сегодня мы, хоть и имея жертвы, имея шахидов, можем с гордостью также сказать, что страна Азербайджан стала победителем во всем этом конфликте. Вот у Минской группы вы коснулись несколько интересных моментов. Мы еще к этому придем. Я хотел бы на эти вопросы узнать, Сальмами, ваше мнение. И одна деталь. Для Минской группы ОБСЕ война стала сюрпризом. Ну, такая масштабная война. Честно говоря, я с аномалием. Я не думаю, что это для них стало сюрпризом. Как минимум, если мы посмотрим, что в Минской группе представлены три мощнейших государства, больших государств мира, ну, как минимум, Соединенные Штаты Америки и Россия. Это как большие государства и мировые центры силы. Ну, Франция, как-никак, все-таки является одним из постоянных представителей, одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН. Вопрос в другом. Понимаете, весь вопрос в том, что я не могу так наивно предполагать, что для них это стало сюрпризом. Почему? Потому что у этих государств, как минимум, есть очень мощные разведывательные структуры, которые там уже о каких-то вещах не только догадываются, получают хорошую информацию из разных источников, и с другой стороны. Как недавно один из известных российских экспертов отметил, что, понимаете, я бы не сказал, что эта война стала неожиданностью. Почему? Потому что просто единственное, просто как минимум надо было обращать внимание на то, что Азербайджан модернизирует свою армию, вооружается, и причем, как бы скажем, жесткая реторика Азербайджана каждым, не только каждым годом, каждым месяцем, каждым днем усиливается. И это говорит о том, что непосредственно конкретно уже все должны были быть готовы к началу боевых действий, военных действий. Другой вопрос, что да, а сопредседатели Минской группы при своей такой аморфности или, скажем, там, как бы бездействиям смогли ли, смогли бы ли предотвратить вот эти действия, в принципе, со стороны наступательных операций Азербайджана в ответ армянской провокации. Вот о чем идет речь. И весь вопрос в том, что практически, я говорю, они все и через своих сопредседателей непосредственно, через эти страны, страны, сопредседатели, я имею в виду, и через свои внешнополитические структуры, и, естественно, через свои разведывательные структуры получали очень хорошую информацию. И я не считаю, что для них это стало неожиданностью. Я этот вопрос абсолютно исключаю. Значит так, война сюрпризом не стала, но настойчивость Баку стала сюрпризом? Нет, я думаю, что настойчивость Баку тоже не стала сюрпризом. Нет, я не думаю это. Почему? Потому что, понимаете, эти страны все-таки очень хорошо знают историю. И очень хорошо, если такая там наука... Знать историю одно, делать правильные выводы другое. Нет, я сейчас скажу вам, почему. Я сейчас доведу до конца своей мысли. Вы прекрасно знаете, есть еще такая наука, называется этнопсихология и этнополитика. А эти государства, я бы не сказал. Одно дело, что просто они ведут себя так, как будто они ничего не знают. Якобы они не знают ни историю, ни географию, ни психологическое состояние, то, что вы сказали. И армяне, и азербайджане, они это все прекрасно знают. Они просто делают вид, что это не знают. А поскольку при изучении истории этнополитики, этнопсихологии, я уверен, что в этих странах, эта сфера науки там, в принципе, очень хорошо развита, я думаю, что они практически тоже, ну, может быть, понимаете, может быть, не верили, что вот именно на этот момент, именно в этот отрезок времени или истории именно Азербайджан проявит такую настойчивость и такую там военную мощь и военное умение. Вот это может быть. Но все-таки я не думаю, что я не такого, что, мол, не могу предположать, что, мол, вернее, верю в то, что они предполагали, что этого не будет. Почему? Потому что, между прочим, между прочим, президент Азербайджана очень хорошо отметил там два основных момента, два очень таких момента. Если помните, наше вот это заявление сопредседателей, он сказал, что да, временами там страны сопредседатели... Статус-ку не приемлем, статус-ку не может быть вечером. Не, мол, не так уж устойчив. Да, неустойчив. Не так уж устойчив. Вот это говорит о том, что они все прекрасно изучали, все прекрасно видели, все прекрасно верили. Но в другом моменте еще. Сэрнермен, в этом плане я скажу, выскажу свое субъектное мнение, может, там многие не согласятся, но я думаю, что практически как геополитика предполагает, что именно это так. Еще было выработано, и причем Азербайджан играл в этом очень большую роль, Азербайджан являлся одним из создателей международной политической конъюнктуры, хотя бы как минимум в нашем регионе, чтобы начать вот это действие, чтобы Азербайджан в конечном итоге там одержал, причем блестящую победу, провел блестящую военно-опереду. Вопрос в этом, понимаете, весь вопрос в том, что мы знаем, что в современном мире воины в первую очередь выигрываются не на площадях брани, скажем, но в первую очередь на политических плоскостях, на политических площадях. Весь вопрос в том, что, понимаете, должно там именно выработаться в мире такая международная политическая конъюнктура, где уже позиция Азербайджана, политика дипломатической позиции Азербайджана. Но одно дело военно-экономическое, другой вопрос. А еще твои политико-дипломатические позиции должны быть настолько безупречны, настолько они должны быть там, ты должен уже переигрывать всех своих оппонентов. Если позвольте, об этих моментах мы еще поговорим. Но, в принципе, из того, что говорится о Айнале, немножко такое получается, что минская группа в некотором смысле подвела к такому не очень приятному итогу. И то, что вы сказали по поводу мирного соглашения. На самом деле официально Баку говорит о том, что со старой повесткой минской группы приходить, как минимум, в Баку не имеет никакого смысла. Они должны предложить что-то новое. Но в этом плане мы не видим пока подвижек. В Баку говорят, что, к примеру, минская группа могла бы заняться вопросом нормализации отношений Еревана-Баку, мирного соглашения и так далее. Какую-то повестку. Что станет поворотным моментом, переломным моментом для минской группы, чтобы она все-таки пришла именно с этой? Потому что пока год прошел, они как-то о своем, мы о своем. Но мы по опыту знаем, что в итоге все равно позиция Баку будет преобладать. В этом смысле я хотел бы узнать ваше мнение, что станет переломным моментом. Наверное, переломным моментом будет важно не то, что они приложат, а в какой момент они приложат. Тот самый момент, когда они поймут, что они находятся вне игры. Сейчас идет принятие осознания, а там еще есть на холодной голове это прожить. Вот здесь наступает этап проживания, потому что наступит время, когда мы уже не будем обращаться к минской группе ОБСЕ, они будут к нам обращаться. То есть пока президент держит дверь открытой по отношению к минской группе ОБСЕ. Мандат есть. Этен позиция может быть еще более жесткая. Этот мандат никто не забирал, но в целом решение о подписании документа 10 ноября говорит о том, что существуют иные форматы, когда конфликт может быть решен вне формата минского ОБСЕ, когда три страны в лице Азербайджана, Россия и Армении, подписав документ, всем известный документ, приняли решение об алгоритмах следующих действий, чтобы разрешить данный конфликт. Вот минская группа ОБСЕ услышала важный месседж, что этот конфликт можно решать вне формата минской группы ОБСЕ. И здесь в минской группе ОБСЕ надо будет принять решение, они являются ли игроком всей этой ситуации или они являются наблюдателем. Сегодня я думаю, что они проживают тот самый третий этап. Они, в принципе, осознали, приняли. Сейчас проживают. Президент на разных встречах, в различных платформах присылает некий месседж, что не будем возвращать к старым условиям, к старым подходам, к старым терминам. Он сознательно коммуницирует даже на площадках ООН, что на Норно-Гарабахский конфликт термин не существует. Вопрос статуса не обсуждается. То есть это та самая терминология, которая всегда присутствовала в словаре минской группы ОБСЕ. Он это обесценивает и призывает минскую группу ОБСЕ представить другие иные форматы для налаживания тех самых отношений. Но пока они молчат, процесс идет, и мы видим, медленно, но и идет. Азербайджан в этом находятся. Вы считаете, что минская группа идет в этом направлении? Нет. Пока минская группа ОБСЕ молчит, процесс идет налаживание контактов. Оно идет вне формата минской группы ОБСЕ. То есть в этом пока участвует Россия непосредственно. И медленно, но верно идут определенные те самые действия, которые, в принципе, были обграничены. Что происходит в головах минской группы ОБСЕ? Сопредседатель. Ну давайте вещи не записываем. Очень сложно мне вместо них судить. Я думаю, что в целом это такой очень субъективный был бы вопрос. Но здесь вопрос заключается в том, что это некий баланс. Между временем и нашим намерением имеется тема, как мы должны признать некий международный формат. Потому что формат минской группы ОБСЕ никто не ликвидировал. У них мандат есть. Соответственно, еще есть четыре резолюции. Я думаю, самое разумное будет для них перевернуть некую страницу. Потому что конфликт для одной из сторон уже решен. То есть никто не будет садиться за стол переговоров, как конфликтующие стороны. Азербайджан четко прокоммуницирует, что оно не является конфликтующей стороной. Оно является стороной, которая готова к перемирию. То есть мы пошли от постконфликтовой этапа к этапу перемирия. И вот по пути этого минской группы ОБСЕ, если избавиться от старых подходов и предоставить что-то новое, соответственно, оно будет частью вот этого шахматного поля, где оно будет соответственно ввести. Или же не будет. Оно будет просто запасной фигурой. Оно будет присутствовать, но всегда будет на скамье запасных. Есть еще один такой момент. Президенты спрашивали про, так сказать, взаимоотношения Азербайджана и Российской Федерации. И тут я хочу два момента коснуться. В этом интервью президент говорил о том, что армянское лобби, которое живет в своей жизни, иногда создает ощущение, что глубоко без разницы Армении, вне зависимости от риторики. Они делают все, чтобы ухудшить отношения, создать проблемы между Баку и Москвой. И даже бывают ситуации, когда они вкладывают в уста российских чиновников те слова, о которых они не говорят. Это один момент. Я просто хотел бы узнать, каков лимит вот этих событий, такого поведения точнее, когда Москва начнет все-таки реагировать, понимая вот вредоносность этого момента. И еще один такой момент есть. До этого интервью президент еще давал интервью журналу «Национальная оборона». Там буквально в заключительной части он сказал о том, что Азербайджан продолжит покупать российское вооружение, современное российское вооружение, размещает определенные заказы уже. И тут, знаете, такое ощущение. Ведь если до войны в Армении были против покупок Азербайджаном российского вооружения, точнее продажей России Азербайджаном вооружения, а тут уж после войны, когда они чуть ли не впрямую говорили, почему русские не воюют за нас там, да? Какой будет реакция из Еревана? Какой будет на эту реакцию отношение Москвы? Честно говоря, давайте я начну с конца. Почему? Потому что этот вопрос очень интересный. Мне трудно даже представить, как они будут на это реагировать. Естественно, я думаю, что первая часть, ответ на первую часть вашего вопроса завис как раз от второй части. Там, в принципе, это очень сильно привязано к хвосту, как это говорят, со вторым вопросом. Весь вопрос в том, что, понимаете, я думаю, для руководства России вообще-то безразличнее, что скажут в Армении. Как Армения страдает? Нет, в полном смысле. Почему? Потому что давайте... А что, говорит, история повторяется дважды, да? Один раз, говорит, в виде трагедии, второй раз, в виде фарс. И причем это история недавно. Вы помните, да, несколько лет тому назад, когда Армении там подняли, извините, там, не знаю, там, чуть ли не его, извиняюсь за такое выражение, когда Россия там торговала, вернее, там, с Азербайджаном, заключив договор, там, по-моему, в размере 4 миллиардов долларов для сотрудничества с этой военно-технической сферой. И, как по-вашему, мы все убедились, там, практически, там, Россия отмахнулась от, как от назовли мухи, там, в виде Армении, там. Весь вопрос в том, что Россия заявила. В принципе, почему есть экономические, там, интересы у каждого государства. И причем, причем, Россия, вы прекрасно знаете, одно время, там, практически, ну, после распада Советского Союза, Россия, там, в рынке, там, это, вооружение, там, да, оружие, там, вы знаете, да, опустилась почти до 7-8 места. Россия с таким трудом, и причем во время... Наверстала. Да, наверстала, и причем, практически, уже вышла, там, на второе место. Но сейчас опять же идет, вот, нашу пандемийный, там, этот период, там, пошла очень, опять, жесткая конкуренция, опять Россия, по-моему, там, одну позицию сдала, там. И весь вопрос в том, что, а почему Россия должна от такого выгодного рынка отказаться ради, не знаю, там, благодаря, не знаю, в кавычках... Ну, они говорят, мы союзники, не продавать. Союзники, весь вопрос в том, что... То есть, там, войка... А после войны... Нет, нет, а у России, а у России есть чем крыть, вопрос в другом. А Россия всегда им заявляет, вы, дорогие наши, там, вы, в принципе, там, и шел, спасибо нам, говорит, что мы вам предоставляем там вооружение по очень низким ценам, практически, по-моему, российским... Ну, в рамках ДКБ, они... Да, ну, другой вопрос, ну, здесь Россия, Москва, одно не договорит. Мы знаем, что Армении очень недовольны качеством этого оружия, там, предоставлено, вопрос в другом. И вопрос отсюда, вот, я думаю, что Армения, что бы ни сказала, тем более, по-шелинански, там, это руководство, по-шелинански, там, эта партия в Армении, Россия практически уже заранее им ответил. Я думаю, что на этот раз, если даже они шум поднимут, там, Россия вообще будет молчать конкретно, там, молчат в тряпку и, в принципе, ничего им не объяснять. Вот о чем. Почему? Потому что Москва не считает себя обязанным, чем по каким-то вопросам, по какому-то поводу отчитываться перед Арменией. Тем более, после того, как Азербайджан как следует дал по зубам этой Армении, агрессорской, понимаете? Сейчас Россия понимает, что, что бы она ни сделала, Армения уже не в состоянии что-то возразить. В самом российском обществе уже капризами там Армению уже сыто по горло. А в российском руководстве тоже. И причем вы знаете, что, в принципе, там Россия 2000-х годов или тем более там 2010-х годов в корне отличается по своим поведениям и по своему там ментальностью от руководства России 90-х годов. Мы все это стали свидетелями, вот этим процессом. И вот в этом плане я думаю, что конкретно Армения даже, извините за выражение, не пикнет даже на счет этого. А вот то, что там президент Азербайджана сказал, что, мол, они уже закладывают в уста, там, не знаю, там, российских чинов, в том числе и в первую очередь, там, министра обороны Сергея Шульгу о том, что он абсолютно ничего не говорил. Вот тут есть только один очень важный и настораживающий фактор со стороны России. Вопрос в том, что понимаем, что Кремль – это не вся Москва, а вся Москва – это не вся Россия. Тем более, что если в российском политическом истеблишменте, в депутатском корпусе есть достаточное количество, и на медиапространстве то же самое, практически мы каждым днем становимся свидетелем этим моментом. Есть какие-то затулины или, не знаю, какие-то, 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 которые оперируют и апеллируют тоже не российскими государственными интересами, а своими какими-то корыстными интересами и целями. И, честно говоря, я очень извиняюсь, в принципе, президент Азербайджана там уже сказал, что, мол, уже получили мы ответ, официальный ответ со стороны Министерства обороны России, что практически это все враню. Но, очень, к сожалению, я очень сожалею, я иногда сталкиваюсь с такими сюжетами, там, именно на телеканале «Звезда», который непосредственно курируется Министерством обороны России, вот я думаю, что вот в этом плане и Министерство обороны России, и руководство России, вот в этом вопросе, в этом вопросе должен быть, должен демонстрировать очень шептильную позицию. Вот о чем идет это. Вот меня больше всего настораживает это, а не руководство, не само руководство России. Просто, к сожалению, на очень низких уровнях, средних уровнях, там, есть такие, там, не знаю, находятся такие депутаты или, не знаю, чиновники, которые вот непосредственно вот играют в такие опасные игры. И вот они заражены не только там армянскими фундаментализмами, иногда выступают так, что, боже мой, там, они как будто видят... Будем надеяться, что в Москве все-таки это... Нет, нет, я думаю, что вот российское руководство в первую очередь должен вот как бы акцентировать свое внимание на этом. Я думаю, что, в принципе, когда президент Азербайджана говорил, что мы доводим, что, мол, высказал свое мнение, что мы доводим свое там, это все, свое мнение, там, все свои видения российскому руководству, понимаете, я думаю, что наша сторона, особенности дипломатического управления, то есть Министерства иностранных сил, дело в этом вопросе должны вести там очень мощно наступательную политику. Жамам, есть еще такой момент, в принципе, то вещь очевидная, которую мы пытаемся объяснить армянской стороне, но, как бы, там, опять же говорю, не стоит воспринимать, мы не можем воспринимать, как здоровым армянское общество. Президент сказал, что вот сейчас много говорят о нормализации отношений, да, он сказал, что нормализация, в первую очередь, нужна Армении. Мы без Армении прожить сможем, но будущее Армении без нормализации этих отношений с нами, к примеру, это нереалистично, да. Как вы считаете, при каких обстоятельствах в Армении готовы понять эту истину? Что должно им помочь? Внешне кто-то должен подсказать? Потому что, опять же, видимо, в армянском обществе после войны все-таки этот шок, психологическая ситуация тоже неуравновешенная. Но, опять же, ведь это же очевидно, что даже президент четко даже обозначил, чтобы армяне должны просто посмотреть на карту, которая им даст понять, что мы без них, да, проживем, а вот они без нас, там большого будущего не будет. Ну, давайте, когда мы говорим, армяне разделим на три, да, так, международное армянское лобби правительства, Армения как страна и армяне. Если на чем с конца, то в целом армяне исторически никогда ничего сами добровольно шаг на встречу не делали. Либо их вынуждали, либо же они всегда что-то хотели. Хотели землю, исторически какие-то факты интерпретировали. То есть они не та сторона, которая вообще готова к компромиссу. То есть есть некий историзм процесса. Если рассматривать Армению как страну, то в данной ситуации не она только принимает решения. Здесь есть определенные реалии регионального характера. Здесь есть определенные документы, уже подписанные со стороны руководства Армении. И здесь надо понимать о том, что Армении придется, опять вынуждена, придется делать какие-то шаги. Когда мы говорим о международном армянском правительстве, лобби, то в целом им важны интересы, когда те копейки, те деньги, которые они вкладывают, они должны получать соответствующие результаты. И здесь я думаю, что идет некий такой план, как договориться с тем самым армянами для того, чтобы правильно сделать шаг этим армянам, для того, чтобы те тоже не обилились, но при этом деньги перечисляли. Потому что на протяжении многих десятилетий армянское лобби финансировало все провокационные действия, связанные с нагонно-гарбатским конфликтом. С середины 20 века этот процесс был начат, и он очень планомерно двигался. И вдруг в 2020 году во главе с президентом мощной азербайджанской армии и волей народа этот несколько десятилетний план был просто уничтожен. И здесь очень важная вещь, что армяне и армянам нужно договориться с лобби. Какая сторона из этих, то есть армянский народ, Армения или армянское лобби будет превалировать в этом процессе, покажет время. Сейчас на данный момент выборы показали, что армянский народ выбрал то самое правительство, которое уже проиграл войну. На самом деле с точки зрения исторического факта очень удивительный факт. Уникальный. Но с другой стороны говорят определенную месседжу, что в целом может быть именно местным жителям Армении армянам и не нужен этот конфликт. И в целом они больше страдают от этого конфликта и сами же устали от того прогарабахского клана, который стоял десятилетиями в руководстве Армении. Поэтому здесь я думаю, что Армения в нескольких тисках. Оно в экономических тисках, оно в политических тисках, оно в общественных тисках, демографических кризисах. То есть сегодня нет ни одна карта, которая может быть поставлена со стороны Армении. Ни одна карта, которая может быть выигрышной со стороны Армении. То есть здесь больше какую карту они сделают, сверху Азербайджану будет поставлена более выигрышная карта. Но вопрос заключается в том, что эту игру надо разыгрывать. Армения пока держит карту в руках и не разыгрывает. Но факт оставится фактом, что процесс пройдет. Азербайджан сегодня взял четкое направление восстановления территории, подготовка, соответственно, условия для возвращения вынужденных присутствующих беженцев, коммуникации и посыл. То есть, смотрите, 27 сентября год назад началась война, и за последние несколько дней президент то на площадке ООН, то турецкому медиа-агенту, то российскому. Он пользуется случаем и опять доводит, потому что сейчас тот самый период, когда мы будем получать контркоммуникацию со странами международного сообщества. Президент строит провинтивные меры, коммуницируя, посылая через приоритетные страны, Россию, Турцию, определенную коммуникацию. Что делает Армения? Армения здесь ничего не сможет делать, потому что Армения, факт, проиграла войну, и плюс им надо читать перед международным армянским лобби. Есть еще один такой момент. У нас очень мало времени, но я сейчас, Александр, ваше мнение возьму. Если у вас будет что добавить, я с удовольствием взял бы ваше мнение. Президент отметил, говорил и по поводу заявления 10 ноября 2020 года. Он сказал, что Армения не в полной мере следует условиям этого заявления. Есть момент с тем, что они полностью не выводят свои вооруженные группы с территории Карабаха, где сейчас контроль, зона ответственной российской мераторией. И второй момент по поводу Зангизурского транспортного коридора. Армения торпедирует этот процесс. Я хотел бы узнать ваше мнение. Это такой продукт деятельности самого Еревана или кто-то внешне надоумил? Абсолютно нет. Единственное, мой ответ на ваш вопрос практически продолжение того, что вам сказал наш уважаемый депутат. Весь вопрос в том, что, понимаете, я хотел бы там делать маленькую поправку. Это международно-армянская диаспора не с середины прошлого века, а где-то даже с конца еще 19 века там уже начали эту деятельность. Ну, в принципе, да, более активная фаза как раз попадает после второй половины 20 века. Ну, давайте еще, что далеко ходит, давайте вспомним итоги Первой мировой войны, когда какие там игры вела здесь именно международно-армянская диаспора. И весь вопрос в том, что с Арамелем. Почему? Весь вопрос в том, что вот то, что и уважаемый наш коллега сказал. Армения как квази-государство, мы знаем, что, понимаете, Армения как государство, как государство образовалось неестественным путем. Мы знаем, что квази-государство практически там геополитические игры больших стран после Первой мировой войны, по итогам после Первой мировой войны, и, в принципе, привели к тому, что образовалось квази-государство под названием Армения. И во-вторых, в течение всей своей существования, естественно, в Советском Союзе исключение, почему в Советском Союзе мы знаем, что был единый центр. И даже в то время международная армянская диаспора старалась всячески воздействовать на власти Армении, а уже после того, как Армения объявила в Кавыче о своем суверенитете, посмотреть, что там творится. До сих пор, начиная с 90-го года, с 91-го года, в течение последних 30 лет, ни одна власть в Армении не была избрана по политической воле народа. Все они посажены на это кресло или с подачи международной армянской диаспоры, или с подачи других государств, в чьих руках армянство всегда желает и вождает играть роль грязного инструмента. Вот о чем идет речь. Вот это вопрос, ответ, кстати, на этот ваш вопрос, который практически является дополнением к вопросу наших коллег. Вопрос в чем? За Армению решают и пытаются решать. И сейчас международная диаспора, армянская диаспора, а через эту международную армянскую диаспору уже западные государства. Почему? Потому что Россия уже своего добилась в определенном мере. Вот о чем я говорю. Я знаю, буквально еще один такой момент, я дополню, и минуты у нас остается. Президент говорил, что, говоря о нормализации, он сказал, что для Армении важно, если они хотят выйти из этой ситуации, нормализация с нами отношений, нормализация с Турцией отношений. Но Армения должна быть достаточно искренней в этом процессе, потому что в Армении получается такая ситуация. С одной стороны, они хотят говорить с Анкарой, а с другой стороны, они торпедируют Зенгезурский транспортный коридор. Вот насколько вообще со стороны реалистичен такой сценарий, что и они считают, что вот это в отрыве им это удастся. И как вам вообще в целом на происходящую реакцию Анкары? Ну смотрите, здесь в продолжении той самой мысли, Армения сегодня инструмент геополитических игр. Естественно, их торопят то, чтобы они были избавлены от российского влияния, и очень важно здесь усиливать процесс интеграции с Турцией, потому что в целом Турция член НАТО, соответственно, Запад и так далее. То есть, по крайней мере, это уже не Россия. С другой стороны, есть понимание о том, что если полностью будут реализованы документы 10 ноября, куда входят также факторы Зенгезурска, то это в целом говорит о том, что роль России будет наоборот превалить, потому что... Но вопрос заключается в том, что это те самые зарубежные игры, под которые пытается подстроиться Армения, при этом принимает о том, что куда бы она сейчас не постучалась, каким образом, с кем бы она какие отношения не стоила, она в тисках. Она в целом в проигрышной ситуации, в целом как институт государства, то есть армянство Армении может жить и продолжить, но институт государства. И сегодня заключается в том, что время покажет, как что будет. Но в этом времени выиграет только от всей ситуации Азербайджан, выиграет Турция и выиграет Россия. И здесь большой вопрос, что от всего этого в ближайшие годы выиграет Армения. Я тоже подытожу. Я очень... Единственное, одно предложение. 10 секунд. Сейчас, вот именно наш коллега как-то отметил, сейчас Россия, вернее, Армения находится в жестких дружеских обятиях России. И это полезно для всего региона. Ну и надо сказать, что в Армении эти 30 лет мы наблюдали и сейчас, они все-таки переоценивают свои возможности, они видят Армению значимость чуть больше, чем есть на самом деле. Ну, надеемся, что со временем все исправится. Уважаемые гости, огромное спасибо за участие, огромное спасибо за ответы. Я напоминаю нашим зрителям, все это время в нашей студии на наши вопросы отвечал депутат парламента Азербайджана Шайан Сейдзады. Шайан Сейдзады, Шайан Сейдзады, огромное спасибо. Кроме этого, с нами был все это время политолог Саид Скиндер. С вами вам тоже огромное спасибо. И вам спасибо большое. Я напоминаю, в эфире телеканала Сибиси была общественно-политическая передача. Актуально сегодня я, ее ведущий Санан Альзаев. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok